Добрый день, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу про новую возможность в 1С Бухгалтерии 8 редакции 3.0 заявление на получение патента. Данная возможность доступна начиная с версии 3.071 и чтобы заполнить заявление нам нужно перейти в настройки, выбрать налоги и отчеты, посмотреть, выбрать здесь патенты, список патентов. Ну здесь у меня уже патент просто добавлен, потому что я им пользуюсь. Если у вас этот патент новый, либо вы планируете его просто продлить, можно здесь нажать на заявление и выбрать на получение патента. Также здесь можно заполнять заявление об утрате права на патентную систему и о прекращении деятельности по патенту. Нажимаем на получение патента и попадаем в помощник. Здесь мы можем указать наименование патента. В частности у меня будет такой же патент, который был до этого. Можно посмотреть по классификатору. То есть сразу мы попадаем в классификатор. Дальше код вида деятельности здесь проставляется и сам вид деятельности. Но сначала нужно его выбрать, потом код проставится. Мне нужно найти мой код деятельности. У меня вот услуги по обучению населения на курсах репетиторства. И соответственно подставляется код. Регион регистрации мой и порядковый номер. Здесь нужно выбрать две последние цифры из кода классификации видов деятельности. Здесь нужно просто опять посмотреть в классификаторе. Здесь нужно посмотреть именно по вашему региону. У меня получилось 15.02.01. Допустим дата начала. Пусть будет с июля. И здесь мы должны установить срок действия в пределах календарного года. Здесь получается если с июля, можно поставить на 6 месяцев. То есть максимально. И количество сотрудников здесь нужно выбрать. Если вы один работаете, индивидуальный предприниматель, тогда 0. Если у вас есть сотрудники, тогда указывайте сколько человек. Всего до 15 человек нужно указывать. Ставка налога по умолчанию 6%. Если применяется пониженная ставка в регионе, указываем пониженную. Далее здесь нужно добавить адрес осуществления деятельности и дата составления. И налоговая инспекция. В моем случае 0.278. Если нажимать здесь на гиперссылку, вы попадаете на помощник. Если у вас интернет подключен. И там можно найти вашу инспекцию, если вы не знаете код по вашему адресу. Нажимаем далее. Тогда здесь уже срок, кстати, прошел. Я с первого уже не смогу подать. Давайте возьмем с августа. 5 месяцев. И документы готовы. Здесь можно их распечатать, если вы, допустим, их будете подавать лично, то есть понесете. И можно подать через интернет, если подключен сервис 1С отчетность. Ну, если лично, тогда лично. Нужно распечатать, подписать и отнести. И затем, когда уже вам этот патент выдадут, нужно будет добавить информацию вот сюда в патенты. То есть создать новый патент и указать просто все реквизиты по вашему патенту бумажному, который вам выдали. То есть именование, номер его, когда он выдан, срок действия, налоговая база, налог и КБК. КБК здесь можно выбрать. Вы тоже это все смотрите в самом патенте. И оплата. Оплата тоже в патенте указана, сколько 1 треть суммы, сколько 2 трети и какие сроки. И налоговая инспекция здесь, если по месту жительства оставляется, если в другом регионе, значит выбираете какую-то другую налоговую инспекцию. И затем у вас этот патент появится и программа будет учитывать данный патент. Вот таким вот образом в программе сейчас можно заполнять заявление на получение патента с помощью специального помощника. Напомню, что данная возможность появилась в программе, начиная с версии 3.071. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. Заходите в мои группы в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. И также подписывайтесь на мой второй YouTube канал. Желаю вам всего самого доброго и до встречи в моих следующих видео.